Всем привет, друзья! Меня зовут Константин Муравьев, я агент по недвижимости, руководитель и основатель агентства МК недвижимости и партнеры. Обычно я снимаю для вас обзоры квартир, показываю особенности той или иной планировки, рассказываю про стоимость квартир. Но сегодня я решил записать просто разговорное видео, я это тоже делаю, но очень редко, постараюсь сделать это почаще. Данное видео будет посвящено налогам, налогам с продажи недвижимости. Видео смотрите до конца, я расскажу, как правильно вести себя при продаже квартиры. Реальный кейс, с моей клиенткой покупаем в 2019 году квартиру за 11 миллионов рублей. В договоре купли-продажи пишем 11 миллионов рублей, расписку продавец нам написал на 11 миллионов рублей. Проходит два года, а моя клиентка звонит мне и говорит, давай кость продавать. А еще, кстати, пандемийная весна, когда все по домам сидят, локдаун, а я продаю квартиру. В общем, нашел покупателя, цена квартиры опять 11 миллионов рублей. В договоре у нас написано 11 миллионов рублей, мы продаем эту квартиру в ипотеку, пишем расписку покупателю. И что же происходит дальше? А дальше самое интересное Месяц назад мне звонит моя клиентка в ужасе, в панике А там девушка молодая, она не особо вникает вообще во все это Костя, мне прислали письмо из налоговой И присылает письмо, а там написано Дорогая, в отдел камеральной проверки Вы продали квартиру в таком-то году Вам налог 1.600.000 Я такой начинаю отматывать назад Так, ребят, подожди Купили за 11, продали за 11 То есть никакой прибыли не возникло То есть налог платить 13% не с чем Какие 1.700.000? Но она в панике, кричит нет, нет, нет Мне уже все сказали, в интернете пишут А, собственно, это одна из причин, почему я решил данное видео записать Потому что в интернете очень много чего пишут на этот счет У нас есть два варианта Нам нужно выждать с момента покупки квартиры 3 года, если это у вас единственное жилье Или 5 лет, если не единственное И тогда мы избегаем налогов полностью Но если мы эти сроки не выжидаем Но продаем квартиру ровно за такую же сумму, за которую ее купили У нас не возникает никакой прибыли Нет налогов Если вы купили за 11 и продали за 11 Налогов никаких нет Чуть не забыл рассказать окончание истории с моей клиенткой Сходила она в камеральную проверку Предоставила два договора купли-продажи Один, по которому купила квартиру Второй, по которому продала Расписки Все это показала То есть там посмотрел инспектор Прибыли не возникло никакой Все, вопрос закрыт Но такой инцидент был И такое письмо было Все договора купли-продажи Расписки с продавцов Чеки об оплате Обязательно сохраняйте И самое главное, друзья Поставьте лайк этому видео И подпишитесь на мой канал Или хотя бы просто прокомментируйте Таким образом вы поможете мне пробить алгоритмы Ютуба И это видео увидит как можно больше людей Второе, вы когда продали квартиру Пожалуйста, заполните декларацию И отправьте ее в налоговую И вот чтобы таких историй не было Заплатите 1000 рублей Куча народу, кто за вас заполнит налоговую декларацию Сделать это надо до 30 апреля года следующего После продажи квартиры Продавайте и покупайте недвижимость С помощью профессионалов Вы понимаете, да, что эту сделку я проводил И я проводил ее еще правильно И поэтому налогов не возникло у моего клиента А если бы она делала это самостоятельно Я не знаю, куда бы это завело Звоните, пишите Мои контакты есть в описании С вами был Константин Муравьев Агент по недвижимости Пока, до новых встреч